В Кирове 12 часов и 5 минут. Это программа Дневной Разворотся. Мы начинаем. Вас приветствует Дарья Топузлиева. И Владимир Сметанин. Да, сегодня вторник, 7 марта. Всю прекрасную половину в твоем лице, Дарья. Спешу поздравить с приближающимся международным женским днем 8 марта. Кстати, тут опрос провели среди мужчин. Вот я смотрю на эту новость, что же они собираются своим мамам, женам, дочерям, сестрам дарить в этот праздник. На первом месте вариант ответа. Знаешь, какой? Ничего. Ну как это ничего? Что-то в виде парфюмерии и косметики. Самый популярный вариант ответа. Парфюмерия и косметика. 13% респондентов выбрали именно такой вариант ответа. То есть, подожди, большая часть мужчин хочет подарить своим женщинам то, чего выбрать, ну, по сути, ну, не могут. Ну, вот по большому счету. То, чего мужчинам выбирать бы не нужно, да? Ну да. Ну, я сомневаюсь, что кто-то может крем для лица выбрать удачно. На втором месте цветы, естественно. На третьем месте подарочные сертификаты. Вот я бы тоже, наверное, такой вариант ответа выбрал, потому что довольно универсальный подарок определенного номинала взял этот, да, приобрел в торговой точке, подарил своей возлюбленной, она уже сходила, выбрала на означенную сумму, либо там что-то добавила еще. Ну, вот так вот тройка выглядит. Она, кстати, не меняется уже, по-моему, много-много лет. Вот тройка самых популярных подарков на 8 марта. Себе что-нибудь подарила или подаришь? Ага. Небольшая травма, я вижу, на руке. Вот и все 8 марта. Ну, хорошо. Чтоб поскорей все это зажило. Тогда тебе следует пожелать. Что касается нашего сегодняшней программы, о чем мы сегодня будем говорить, во втором части после 13.05 к нам в студию придет управляющий отделением Социального фонда России по Кировской области Николай Пасынков. Вы догадываетесь, да, уже наверняка, о чем пойдет речь, потому что у нас с 1 января, с Нового года, исчезли две структуры. Пенсионный фонд России и фонд социального страхования. Николай Пасынков как раз возглавлял ту структуру, которая называлась пенсионным фондом. Да, на протяжении очень долгих-долгих лет, безусловно. Николай Владимирович специалистом является в этой отрасли, и вот он сейчас управляет отделением Социального фонда России. Для чего было сделано это объединение, какие цели задачи, как это сказалось на выплате пенсии, назначении пособий, выплате социальных пособий, как работодатели должны сейчас отчисления, да, перечислять обязательные, проще стало или усложнилась работа. Это, на самом деле, маленький лишь перечень вопросов, которые мы собираемся задать во втором части Николаю Владимировичу Пасынкову. Ну, а первый час. У нас две серьезных темы. Начнем мы, наверное... Нет, давай, наверное, вторую тогда проанонсирую. Кировский МАУКа предписали срочно очистить крыши. Тему поднял вчера на еженедельном совещании губернатор Александр Соколов. Немного он там почехвостил, да, опять несколько администрацию Кирова-Чепецка, если конкретно говорить, за плохую уборку снега. Да, потом переключился на крыши, которые неплохо бы очистить в преддверии оттепели. Ну, кстати, я сегодня заметила, видимо, среагировали управляющие компании, потому что я сегодня шла, и прям приходилось с тротуаров периодически выходить на дорогу, потому что крыши действительно начали чистить. Ну, по крайней мере, в центре города. Не знаю, как насчет периферий, но попробуем что-то выяснить. Ну, тут же нам, да, понятное дело, что этим нужно заниматься, потому что у нас очередные температурные качели впереди, если не ошибаюсь, завтра, нет, вернее, уже послезавтра чуть ли там не до плюс четырех обещают температуру воздуха. Потом похолодание примерно до минус восьми-десяти, далее опять подцепление. Ну, и понятно, что для жизни и здоровья горожан, конечно же, нужно делать, заниматься очисткой крыш. Ну, и губернатор привел пример, да, очередного падения. Да, на улице Ленина. Снежные глыбы. Ну, нет, к сожалению, никаких подробностей он не привел, только сказал, вот адрес Ленина, 107, на женщину упал снег. Не сообщил Александр Валентинович, да, пострадала она, не пострадала. Насколько она пострадала, какие травмы, какая медицинская помощь ей была оказана, и оказывается, мы, к сожалению, не знаем этого. Ну, вот выясним, как ГЖИ будет следить за чистотой крыш в областном центре. Я напомню, что в самом начале Нового года госжилинспекция так хорошенько досталась от главы региона. Помнишь, это первое совещание после новогодних каникул, и там тоже речь шла о Кирово-Чепецке. Многочисленные жалобы там поступали на невывозку снега, и разошелся так до главы региона, вплоть до того, что он пообещал сотрудников ГЖИ отправить в палатки там непосредственно, находиться на месте действий, боевых действий со снегом. Да, ну вот вчера он попросил Минтранс уже разработать для Чепецкой администрации какую-нибудь схему работы, в которой по пунктам прописать, сколько техники вывозить, по каким маршрутам, раз администрация сама не справляется. Ну, это все чуть позже. Первая тема у нас сегодня в развороте, она у нас зазвучала с приходом календарной весны. С 1 марта у нас вступили в силу новые антиалкогольные ограничения, но мы уже привыкли. У нас там основные пути ограничительных мер, это ограничения, а, по времени продажи, сейчас у нас действует запрет на ночную торговлю спиртным с 11 вечера до 8 часов утра. Второе направление ограничительное, это по местам, собственно, да, продажи. Оказывается, поправки, которые вступили в силу, они еще начали разрабатываться в далеком 2015 году, о чем нас еще в феврале этого года известило. Я думаю, что эта работа велась одновременно, знаешь, с какой? Когда уводили алкоголь от, помнишь, от медицинских, общеобразовательных учреждений. То есть тогда ряд магазинов перестал торговать алкоголем, те, кто находятся с различными такими организациями. Видимо, вот эта работа параллельно вся велась, просто не стали это делать одновременно, видимо. Ну, вообще, ход мыслей законодателей мы сегодня попытаемся выяснить. У нас на связи по телефону будет депутат областного законсобрания Равиль Нургалеев. Он является автором данного законопроекта. Вот мы выясним, на что являлось предпосылками, когда вообще работа началась, и первые результаты мы собираемся обсудить в том числе с представителем полиции. Ты уже читала, да, пыталась разобраться, в чем у нас новые ограничения-то заключаются. Во-первых, речь идет о магазинчиках, о многочисленных, их просто тьма, тьма, магазинчиков маленьких, не очень маленьких, которые находятся в многоквартирных домах. Как правило, это первые этажи и цокольные этажи, да? Да, но вот есть моменты, да, насколько я понимаю, запрещено продавать теперь алкоголь в помещениях, которые были переведены из жилых и нежилых, в цоколях и подвалах. То есть если магазин просто находится на первом этаже жилого здания, это коммерческое помещение, как я поняла, запрет на него не распространяется. А вот переведен ли он? Надо, видимо, тут смотреть. Нет, если это изначально коммерческое помещение, то, знаешь, вот так называемые там встроенно-пристроенные помещения. Ну вот новые дома сейчас строятся, да, изначально, где первые этажи предосмотрены для коммерческих целей, в том числе для магазинчиков. Но сейчас будем помогать, нам сейчас будут разбираться специалисты. Да, наш первый спикер Вячеслав Песлегин, исполняющий обязанности начальника отдела организации применения административного законодательства ОМВД России по Кировской области. Вячеслав Вадимович, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, приветствуем вас в прямом эфире. Давайте сразу же, понятным языком, простым, поясним нашим слушателям, что же запрещено у нас с 1 марта. Где теперь алкоголь искать не стоит. Да, где. А затем уже перейдем к первым рейдам и к первым итогам реализации этих поправок. Да, хорошо, но вот новый запрет на продажу алкоголя коснулся в основном предприятий, находящихся в многоквартирных жилых домах. Да, то есть, во-первых, это предприятия общественного питания, расположенные в МКД и прилегающих к ним территориях, имеющих зал обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров. То есть в эту площадь не входят различные подсобные, складские помещения, только зал обслуживания. Значит, эта мера в основном направлена на снижение количества, ну, скажем так, низкосортных наливаек и рюмочных. Ну, и, конечно, на повышение культурного статуса предприятия общепита. И, во-вторых, введен запрет продажи алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах, помещения которых переведены из жилого фонда в нежилой, а также в магазинах, находящихся в цокольных и подвальных этажах многоквартирных домов. Вот давайте сейчас на последних сосредоточимся, да, про общепит чуть позже. Мы знаем прекрасно, что это у нас массовое распространение получили, получили такие магазины именно в многоквартирных домах. Они, как правило, такие компактные, небольшие. И если... Ну, основной ассортимент у них, конечно же, алкоголь. Вот. Ну, вот именно эти ограничения и призваны, скажем так, главным образом снизить шаговую доступность алкоголя. Да, то есть сам факт того, что с их витрин пропадал алкоголь, несомненно, снизит уже побуждающий к его приобретению фактор. То есть вот количество мини-маркетов у нас, ну, сами сейчас, наверное, видите, на каждом шагу. То же самое касается и лицензиатов, конечно, от небольших магазинчиков, расположенных практически в каждом доме, скажем так. То есть сетевые магазины мы имеем в виду, да? Да-да-да, сетевые. Сетевые и мини-маркет. Ну, мини-маркет, видите, доставляет значительное количество жителей, в которых они расположены, потому что они торгуют круглосуточно, да, и граждане в основном жалуются на то, что там и шум, и драки, и все что угодно бывает. Ну, это уже они другой пункт нарушают, в неурочное время продают, да, в ночное время. Да-да-да. Вот, ну, вот под действием вот этих новых ограничений попало порядка, наверное, 250 объектов на территории области, в том числе более, наверное, 170 из них лицензиаты. Ага, то есть больше половины, получается, да, которые законно, собственно, реализовывали эту алкогольную продукцию. Первые проверки уже, Вячеслав Вадимович, состоялись, да, вы прошлись. Да, конечно. Расскажите о результатах, что вы увидели и кого уже удалось привлечь к ответственности. Скажем так, с первого дня мы работаем по данному ограничению, и, в принципе, вот из этого общего числа объектов уже более 100 объектов перестали осуществлять торговлю алкоголем. То есть, а часть из них закрылась, в принципе, полностью. Большинство таких объектов, это на территории города Кирова, это, ну, более 50, наверное, таких объектов, те, которые перестали работать. Ну, вместо тем, естественно, являются факты нарушений вот этих запретов. То есть, за первую неделю ограничений нами задокументировано уже 33 таких нарушения, тут на территории области. Основная масса, естественно, на территории города Кирова, это 28 из них. То есть, уже составлено 10 протоколов в отношении граждан, а по остальным у нас проводится административное расследование. То есть, по результатам рассмотрения этих обращений, заявлений граждан, материалы будут направлены на рассмотрение в Роспотребнадзор и в суды. Ага. Вячеслав Вадимович, вот эти вот 33 нарушения, да, 28 из них в Кирове, они больше приходятся вот на те предприятия, которые в федеральных сетях или вот магазинчики 24 часа там, да, которые Владимир упоминал? Ну, так называемые мини-маркеты 24 часа, да. Основное, естественно, мини-маркеты по федеральным сетям у нас, насколько я осведомлен, одно пока нарушение выявлено. Вот, основное все это мини-маркеты. Ага. Расскажите, пожалуйста, еще, а как происходит фиксация нарушения? То есть, вам достаточно зайти и увидеть алкоголь на прилавках, то есть, он по-прежнему там на витринах находится, либо все-таки вот сам факт покупки должен быть, да? Может быть, они просто его вывезти не успели или еще что-то. То есть, обязательно нужен еще и покупатель? Ну, вот смотрите, нами проводятся проверки как по жалобам, по обращениям граждан, по сообщениям также граждан уронов местного самоправления, контрольных, надзорных органов, также по информации, размещенной в СМИ. И, как бы, фактически, да, здесь необходимо устанавливать факт непосредственной продажи, но либо публичная эффекта, то есть, предложение к продаже никто не отменял. Если у них действует, подпадает по действию ограничения, но на витринах у них расположен алкоголь, естественно, это все фиксируется. Стоит ли задача вообще все проверить магазины такого рода на территории региона? Или вы выборочно пока осуществляете эту работу? Они в любом случае будут все проверены, потому что, понимаете, проблема-то именно в том, что вот эта шаговая доступность всегда вызывает определенную, скажем так, как будет правило. Ну, мы понимаем, чем легче, чем ближе купить. Жалуются на объекты, на их законную деятельность, на то, что они чем-то мешают, ну, я говорю, вот особенно в ночное время, да, образно говоря. Поэтому в любом случае в каждый объект будет проверен и приняты соответствующие меры в случае явления нарушения. Вы еще упомянули такое словосочетание «административное расследование». Это что под этим понимать? То есть когда не очевидно нарушение или что? Какие-то дополнительные там еще требуются шаги? Изначально мы устанавливаем факт нарушения, да, то есть либо это продавец виноват, да, и что-то он там продавал, ну, либо в основном, естественно, должностные юридические лица, которые организовали данную продажу. Для установления вот этих всех факторов проводится административное расследование. То есть требования документов и всего остального, подготовки материалов для судебного рассматривания. А есть ли какая-то статистика, я не знаю, по 22-му году, да, по нарушениям вот в области продажи алкоголя, позже 23-х часов продавали, продавали без лицензии? Статистика, конечно же, есть, но я, наверное, не готов сейчас. Нет, но если вы не обладаете, то да, в настоящее время, то, я думаю, не страшно. Но ответственность довольно серьезная, предусмотрена, конечно, сейчас за нарушение этих, принятых норма для юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей, да, все верно? Да, да, да. Должностные лица от 20 до 40 тысяч рублей. В обоих случаях предусмотрена конфискация алкогольной продукции. То есть мало того, что штраф придется заплатить, ты еще и товара лишишься. Мы все прекрасно понимаем, что продукция это не дешевая, да, и сумма могла быть довольно приличная. И на граждан, вы сказали, это непосредственно на продавца, да? Да, до 2 тысяч рублей. До 2 тысяч рублей. Куда могут жители обращаться, если они видят, что по-прежнему продают в таких магазинах небольших? 0-2 можно звонить? Да, конечно, конечно. О всех фактах нарушения необходимо сообщать либо в ближайший отдел полиции, либо по телефону 0-2. Ну и вкратце еще про заведение общепита, где зал для обслуживания посетителей менее 50 квадратных метров. Тут у нас сколько примерно таких заведений насчитывается в Кирове, в области? Вот по количеству заведений я вообще точно не скажу, потому что вот эти цифры у нас как раз пока считаются. Но работа по ним тоже ведется. Естественно, у нас, видите, главный фактор, чтобы у нас часть, грубо говоря, вот этих магазинов и мини-маркетов не переросли, скажем так, в предприятия общепита. Потому что у нас уже были такие случаи, когда... Ну это в прошлое антиалкогольную кампанию. Да, да, да. Смотрите, вот эти предприятия общепита, да, то есть там оговорена площадь торгового зала. Ну вот зал, где, собственно, обслуживают посетителей, да. То есть ничто же не мешает при физической возможности сдвинуть там, например, условно говоря, прилавок, это двинуть стену, еще что-то. Ну то есть увеличить вот именно сам вот этот зал для посетителей, и получается, что эта же наливайка продолжит работать. Ну это как минимум усложняет работу в данном случае. Но, видите, у нас основные вот эти, скажем так, наливайки, они очень маленькие. И даже пытаясь провести какую-то внутреннюю переделку, ну все равно по площади именно зала обслуживания у них не получается такой объем. Да, и неоднократно у нас пробовали перевести какое-то подсобное помещение и указывать, что это тоже является залом обслуживания. Но это все нужно подтверждать как-то документально, проводить какие-то работы. Все понятно. Спасибо. Спасибо, да, благодарим за эту информацию. Вячеслав Песлегин, исполняющий обязанности начальника отдела организации применения административного законодательства управления МВД России по Кировской области, был с нами на связи. Вот первые, да, первые пока лишь нарушения фиксируются. Тут наши коллеги из бизнес-новостей в Кирове выпускали материал тоже, да, по итогам этих первых проверок. Я с удивлением прочитал про эти сетевые магазины. Названия у нас, конечно же, все на слуху, да, они якобы, ну, некоторые из них уже убрали из ассортимента алкогольную продукцию, то есть то, ради чего они закрывались, да, получается. И что, они там дошираком и шоколадками, что ли, будут торговать продолжать? Подайте секундочку, да, то есть, ну, так как этих магазинов двух, я думаю, мы можем их называть ведь, да, или нет? Да, можем. Вот, условно говоря, в КБ я туда хожу за продуктами. Я покупаю там, я не знаю, две трети, наверное, продуктов, потому что они там постоянно, то есть большая часть позиций из ежедневного, там, какие-то, не знаю, масло, молоко, вот это вот все, в КБ всегда дешевле, чем в скидочном магните в том же самом. Это не реклама, да, это не реклама, но в смысле я к тому, что не все туда ходят за алкоголем далеко, и поэтому, не знаю, ну, то есть вот ты действительно, для тебя будет проблемой, вот у тебя магазин у тебя есть в доме, в соседнем доме, тебе что-то сложно через дорогу будет перейти? Нет, не проблема. Я выхожу из собственного подъезда, я смотрю на восток, я вижу сетевой магазин, я смотрю на север, я вижу сетевой магазин, я смотрю перед собой, еще один сетевой магазин, то есть, недостаток там вообще никакого нет, на мой взгляд, в моей конкретной ситуации, да. Равиль Нургалеев с нами на связи, депутат Законодательного собрания Кировской области, автор законопроекта. Равиль Рамильевич, добрый день. Здравствуйте. Да, здравствуйте, спасибо, что вышли на связь. Поясните, пожалуйста, вкратце, для чего, с какой целью разрабатывались эти поправки, верно ли, что еще несколько лет назад, да, речь-то об этом заходила. Правительство области сообщило нам, что еще в 2015 году какое-то движение в эту сторону начиналось. Ну да, в 2015-2016 году начиналось движение, как раз борьба с так называемыми шкаликами была, довольно успешно прошла, так скажем, прекратилась торговля из-под полых, по крайней мере, продуктовых магазинов, боярыщиками и всякими прочими настойками. Ну а в этот раз мы приняли законопроект, и меня единогласно поддержали наши коллеги депутации, как раз в части того, что нужно ограничить торговлю алкоголем в продуктовых магазинах, расположенных в жилых домах, либо переведенных из нежилого, прошу прощения, из жилого в нежилые объекты. Ну, как вы сами понимаете, видите, достаточно много объектов торгующих алкоголем на улицах наших городов и малых населённых пунктов, и я думаю, что это излишне. Я не хочу сейчас затрагивать какую-то экономическую сторону этого законопроекта, но социально-этические нормы какие-то, я считаю, что они здесь напрямую зависят от принятия этого закона, в том числе и с целью снижения преступлений, совершённых в степени то или иного объединения. Ну и, конечно же, жители наших городов, многоквартирных домов, так скажем, они, наконец-то, будут спокойны за своих детей, и не будет от них никакого недовольства у них от того, что близлежащих магазинов какие-то деструктивные элементы сидят на детских площадках, на спортивных объектах, употребляют спектр. То есть только те, которые были переведены из жилых в нежилые, и те, которые находятся в цоколе и в подвале. Соответственно, если магазин занимает обычную коммерческую площадь, и там продаёт алкоголем, и этот магазин находится тоже в многоквартирном доме, то, получается, жильцы этого дома ни от каких проблем не избавились? Знаете, вот в своё время, ещё, так скажем, давайте вернемся, там, лет 30-40 лет назад, когда вот эти дома все строились, и где объекты как раз магазина именно расположены, продуктовые большие, они изначально, эти площади, были предназначены для размещения каких-либо торговых площадей. Ну, поэтому, как бы, эти площади и остались не затронуты этим законопроектом. Но ведь алкоголизации без разницы, по идее, были площади предусмотрены для алкоголя или нет? Ну, знаете, к сожалению, может быть, к сожалению, а может быть и не к сожалению, полностью от этого, так скажем, не избавиться, да и не нужно полностью избавляться. Мы уже проходили это в конце 80-х, в начале перестройки, и к чему хорошему это не привело. Ну да, любое действие, как говорится, рождает противодействие, да? Совершенно верно. Ну, вместе с тем, я очень надеюсь, всё-таки, как минимум, снижение преступности будет. Ну, вот, не знаю, смотрели вы или не смотрели, предыдущее законодательное собрание, у нас пленарное заседание было еще в Ральске, и я затронул ещё одну тему. На Светских Полянах мы приняли совместно с депутатами городской думы, с общественностью. Глава города подписал распоряжение об увеличении архитектурных норм разрыва между торгующими организациями, которые торгуют на разлив, и организациями, так скажем, спортивными объектами. А, социальные и спортивные объекты. Да, вот, ну, подписать подписали, да, у нас достаточно много, практически все объекты попадают под запрет, под это распоряжение. Объекты, так называемые, не знаю, там, разливайки, как назовём. Ну, понимаем, просто город компактный, трудно развести, да. Да, совершенно верно. Но, тем не менее, федеральное законодательство их защищает. И с момента подписания главой города распоряжения, они находятся на своих местах и под защитой федерального закона на протяжении пяти лет. Это, я считаю, что нонсенс. И я попросил нашего уважаемого сенатора от Кировской области, Вячеслава Степановича Тимченко, подключиться в решение этого вопроса, на что мы все услышали, что он изучит этот вопрос. И на следующем конкретном заседании нас проинформирует, что, как, и с чем это можно использовать, чем, какими методами можно бороться, либо изменить это на федеральном уровне, что можно для этого сделать. То же самое касается и объектов, которые находятся, извините, пожалуйста, продолжу, то же самое касается объектов, которые находятся, незначительно удалены, так скажем, от железнодорожных вокзалов, от автостанций, то есть от мест массового пребывания людей. Так. Как практика показывает, вот как раз самая криминогенная обстановка в любом населенном пункте, это как раз вокруг вот этих точек, которые, кто-то из них торгует там 18 часов, кто-то 12 часов, но большинство из них торгует круглые сутки. И это как раз соседних населенных пунктов ездит, там молодежь, как это неадекватно, кто-то выпить, кто-то в квадрации ездит. И в итоге возникает очень напряженная криминогенная обстановка. Да, мы понимаем, увы, так сложилось, да, на протяжении долгих лет. Спасибо большое за комментарии. У нас время, к сожалению, заканчивается, отведенное именно на разговор с вами. Спасибо, Равиль Нургалеев, депутат Законодательного собрания Кировской области, автор этих ограничений, автор законопроекта. Ну вот видишь, мы параллельно еще начинаем вскрывать какие-то больные точки, связанные непосредственно с этой темой. Темой мест продажи алкоголя и его доступности. Сейчас мы сделаем небольшую рекламную паузу и, видимо, ставим точку, да, пока на обсуждение этой темы, потому что с депутатом Гордумы Юрием Шлемензоном у нас не получается связаться. И перейдем уже к теме контроля очистки снега с крыш в нашем городе уже через полторы минуты. Мы продолжаем, Дарита Пузлеевой, дискутировать по поводу антиалкогольных мер, да. Даже сейчас закон резонно вполне заметил и в перерыве, что, а что мешает существующим-то, по существующим, да, нормам и законам строго наказывать людей, которые в ней урочное время продают. Ну, в магазинчике 24 часа, но мы все знаем, что основные нарушения там связаны с тем, что они, а, торгуют алкоголем после 23 часов, б, делают это без лицензии. И существующее законодательство вообще никак не мешает применять сейчас к ним уже какие-то меры. Применяют, да, только лишь то, что мы видим в ходе рейдов изымается, штрафы накладываются. Применяют, что эти меры, вот новые, не будут действовать точно так же, как не действуют предыдущие. А точка продолжает свою работу. Да, ну, то есть мне в этом плане, я считаю, что был удачный опыт с табакокурением, да. То есть запретили курить во всех общественных заведениях. Ну, без нарушений все равно не обходится. Ну, понятно, но в смысле к тому, что во всех. Не так, что вот это вот было задумано для курения, а вот это было не задумано. Вот тебе можно, а тебе нельзя. Просто везде запретили, прошло время, люди перестроились, и никто не страдает из-за того, что в каком-то клубе теперь нельзя курить. Прекрасно стало, теперь можно дышать свободно везде. Мне в этом отношении еще симпатична идея организации неких зон, да. Ну, либо, да, либо по опыту там ряда европейских стран. Куда-то выносят его из центра городов, из спальных районов, куда-то за пределы, когда тебе нужно долго ехать или долго идти, да, для того, чтобы... Вот это действительно поборолись с шаговой доступностью. Вот тут, наверное, вот стоит подумать в этом направлении. А не так, когда у тебя в доме магазин закрыли, а в доме напротив он есть. Так, ладно, переходим. Семь минут у нас есть для того, чтобы обсудить тему в очередной раз уже за эту зиму. О, чистоты очистки крыш от снега, об очередном случае падения снега на жительницу Кирова сообщил вчера губернатор Александр Соколов. К сожалению, нет подробностей, как чувствует себя женщина, насколько серьезные травмы она получила и получила ли. Но так или иначе, вот в сторону госжилинспекции посыл сделан, и в этой структуре придется предпринимать, видимо, дополнительные усиленные меры по контролю за управляющими компаниями, которые непосредственно и должны чистить крыши. Если я правильно поняла звукорежиссера, да, Алена Дудникова с нами на связи, начальник госжилинспекции Кировской области. Алена Александровна, добрый день. Добрый день. Да, здравствуйте. Ну, мы понимаем, ну, во-первых, с наступающим 8 марта, вас как представительница прекрасного пола, да, ну, и мы прекрасно понимаем, что раз такое распоряжение поступило, то тут особо-то не до празднования, у нас и потепление очередное идет, и, в общем, вам нужно будет прилагать немало усилий для того, чтобы действительно проконтролировать эту ситуацию. С чего вы начали? Наверняка уже начали, да. Ну, на самом деле, работу эту мы ведем уже давно, то есть и рейдовые осмотры придомовых территорий, и кровь многоквартирных домов проводим на регулярной основе. 28 марта мы встречались со всеми управляющими организациями... В феврале. Осмотрели 1250 многоквартирных домов, 321 многоквартирный дом был с нарушениями, то есть там, есть весы на лице, сульки, на кровле. То есть около трети, около трети, да, из проверенных? Да. Работу, естественно, мы продолжаем и будем продолжать, и весь этот период, в том числе в период потепления. Соответственно, всю информацию, которая была анально установлена, все нарушения мы направили в управляющую организацию. В настоящее время они активно кровли чистят, нам представляют отчеты по нашим рейдовым осмотрам. Естественно, и в таком направлении мы эту работу будем проводить. В отношении тех управляющих организаций, которые никаких мер принимать не будут, будем организовывать контрольно-зонные мероприятия. Сами понимаете, сейчас мораторий на проведение КНН, то есть если раньше мы могли просто выйти сами в рейд и посмотреть, и на основании полученных данных составить протокол административного правонарушения по непосредственному обнаружению, то сейчас в Коап функционирование изменений, соответственно, такой возможности у нас нет. И реагировать мы можем только на основании обращений граждан. Алена Александровна, смотрите, если жители, условно говоря, знают, что управляющая компания, как правило, не реагирует на их жалобы, они могут сразу обратиться с жалобой к вам, или все равно нужно сначала пройти, достучаться, попытаться до управляющей компании, зафиксировать номер заявки, то есть какой-то факт обращения, или можно к вам напрямую, потому что есть непосредственная угроза жизни и здоровью? Если мы говорим о непосредственной угрозе жизни и здоровью, конечно, можно сразу обратиться с жилищной инспекцией. И законодатель не ограничивает, не даже от собственников обращаться сначала в управляющую организацию, а потом в жилищную инспекцию. Поэтому смело можно писать жалобы в жилищную инспекцию, плюс на своей странице, в социальных сетях я всех призывала, в том числе, направлять и мне фотографии, чтобы мы отрабатывали эту информацию с управляющими организациями. И там несколько постов у меня на эту тему есть, и на странице жилищной инспекции мы такие обращения принимаем. Плюс еще планируем с общественной палаты Кировской области провести горячую ливню как раз по снегу на крыше. Она у нас была в январе, и вот сейчас мы ее... Управляющая компания, которая недобросовестно подходит к исполнению своих обязанностей, не чистит, игнорирует эти предписания, обращения. На что они ссылаются, Алена Александровна? Что у них там рабочих нет или просто не выходят на карты? Да, 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 то, что дома включены в график, что у нас там по графику, например, запланировано тогда. Соответственно, вроде мы когда идем, у нас будет план, у нас будет там вставлен график, мы что-то сделаем. А так некоторые ссылаются действительно на отсутствие там сотрудников на выполнение этих мероприятий. Стало ли больше жалоб от людей после того, как вот мораторий на проверке был наложен? Если смотреть статистику, то количество обращений не изменилось практически. Насколько помню, мы говорили в нашей студии на эту тему, и ваши коллеги из других надзорных органов, они считают, что вот этот мораторий, он расслабил все-таки управляющие компании, они почувствовали некую безнаказанность. Я как жилец считаю, что он расслабил управляющие компании. Вы согласны с этим? Можно такую формулировку использовать? Расслабились. Мы даже обсуждали эту тему с заместителем министра строительства Российской Федерации Ересько Алексеевичем. Он тоже мне задавал этот вопрос по поводу того, все-таки расслабились или нет. Ну, есть те, которые недобросовестные субъекты, они действительно расслабились. То, что касается добросовестных субъектов, они все-таки переживают за свою репутацию, и мораторий, не мораторий они обязательно стараются исполнять. И когда им поступают за ног от жилищной инспекции, это для них такая хорошая стимула, где-то посмотреть на свои действия и, соответственно, их как-то отрегулировать. Поэтому, что касается недобросовестных, как бы мы там мораторий, не мораторий, они в любом случае обязательно выполняют плохо. Все понятно. Спасибо большое, Алена Александровна. Заканчивается у нас, к сожалению, время эфира. Алена Дудникова, начальник Государственной жилищной инспекции Кировской области. Мы на этом первую часть. Спасибо. А мне казалось, минуты у нас уже есть. Или нам закорючер показывает, что у нас уже к сожалению нет. Хорошо. Обсудили. Мы не прощаемся. Будем ждать в нашей студии Николая Пасанкова, управляющего отделением Социального фонда России по Кировской области. Через 25 минут в нашей студии будет интересная беседа. Не переключайтесь.